Добро пожаловать на канал Винтажпунт Школа Электриков. Сегодня я вас проведу по кладбищу трансформаторов. Посмотрите, я тут случайно набрел в одном уголке и увидел несколько старых трансформаторов, которые когда-то стояли на ваших подстанциях, может быть на ваших дачных участках, или через них запитывались ваши дома. Так вот, это и есть трансформаторы, понижающие с 6 киловольт на 0,4. То есть 0,4 это 380 вольт. Это как раз то, что будет заходить в ваши квартиры. Вот посмотрите, большие изоляторы. Это высоковольтный вход 6 киловольт, 6000 вольт. Сюда заходят три фазы и отсюда выходят три фазы, но уже не 6 киловольт, а 380 вольт или 0,4 киловольта. Вот этот маленький изолятор, к нему подключается нулевой провод, а это фазные. Посмотрите, на этом трансформаторе примерно то же самое. Вот три больших изоляторы. Это высоковольтный вход 6 киловольт. Вот три фазы, 0,4. Вот нулевой. Вот нулевой. Вы, наверное, думаете, что трансформатор это такой кусок железа с магнитопроводом, на котором намотаны какие-то обмотки. Да, вы правы. Вы мне скажете, что же вы нам показываете какую-то ерунду, где тут обмотки, где тут магнитопровод. А вся фишка в том, что это бачок, в котором налито масло и в это масло опущен трансформатор. Для чего нужно масло? Оно выполняет две важные функции. Масло и охлаждает трансформатор и является изолятором, потому что это масло не пропускает электрический ток. Вот так в бак залито масло. Вот посмотрите, вот здесь есть сливная пробочка, через которую это масло можно сливать. Вот она. Теперь я вам расскажу, что тут на этом баке есть. Вот это, как вы думаете, что это такое? Это радиатор, точно такой же, как и автомобили. Он нужен для охлаждения масла. Когда масло нагревается сверху, горячее масло вверху, оно попадает в этот радиатор, вот по этой трубе, охлаждается воздухом. И вот по той нижней трубе, давайте посмотрим отсюда, лучше видно. И вот по той нижней трубе, это верхняя труба, а вот нижняя, масло снова возвращается в свой бак. У каждого трансформатора есть табличка, на которой написана вся информация по этому трансформатору. Мощность, напряжение, вес, дата выпуска. Вот смотрите, вот этот трансформатор 70 какого-то года выпуска. Но в принципе, что ему будет? Что может быть с баком с маслом? Итак, это радиатор для охлаждения масла. На этом трансформаторе, посмотрите, то же самое, можно даже не смотреть. Вот этот бачок точно такой же, как в автомобиле. Это расширительный бачок. Уровень масла поднимает, как масло поднимает, связано этой трубочкой и заливается обычно, вот глядя по этому уровню меру, заливается обычно пол бачка через вот это заливное отверстие. Для чего нам нужен расширительный бачок? Чтобы всегда внутри бака поддерживалось полный уровень масла, потому что если уровень опустится, из бачка нальется масло. Если уровень поднимется, то масло поднимется в бачке. Точно так же, как в автомобиле. То же самое, как в автомобиле, в разные технических жидкостях, так и в этом масле может присутствовать влага. Вот в этом устройстве, вот в этом цилиндре насыпан такое вещество силикогель, которое очень похоже на то вещество, которое в мешочках с вашей обувью иногда вы покупаете. Этот силикогель впитывает влагу из масла. Это масло потихонечку-потихонечку циркулирует через этот цилиндр и, можно сказать, обезвоживается. Еще есть очень интересная вещь на этом трансформаторе. Вы, наверное, знаете, что бывают скачки напряжения. А что такое скачки напряжения? Вы думаете, это вот так напряжение скачет? Да, может быть и так, но электрическое напряжение скачет не так. Оно просто или понижается или повышается в зависимости от нагрузки. И для этого у нас в трансформаторе среди обмоток есть небольшие отводы, которые нам позволяют регулировать количество обмоток, тем самым регулируя напряжение. Предположим, зимой у нас нагрузка большая и обслуживающий персонал может немножко в небольших пределах подрегулировать напряжение, чтобы оно повысилось. Летом его можно чуть-чуть понизить, но все это делается при отключенном высоком напряжении. То есть это устройство называется регулятор напряжения, а электрики это называют, вот эту штуку называют ансцапфой, ансцапфой. Вот. Вроде мы на этом трансформаторе посмотрели все. Вот спросите меня, что это такое? Сюда вставляется термометр. Посмотрите, еще есть, у бака есть вот такие крюки. Вот они с четырех сторон. Это позволяет краном поднимать этот трансформатор туда, куда нам нужно. Теперь у меня есть еще, на примете, еще парочка трансформаторов. Сейчас мы пойдем посмотрим на них. Итак, посмотрите, вот еще один герой нашего репортажа. Тоже трансформатор, но посмотрите, у него такие какие-то очень странные сооружения, очень похожие на инопланетянина. Но это тоже радиатор. Вернее, эти трубы можно назвать просто трубами, через которые циркулирует масло. Сверху охлаждается, опускается вниз и попадает снова в бак. У него этого трансформатора точно так же все есть. Давайте посмотрим поближе. Вот посмотрите, у этого трансформатора есть два рым-болта, с помощью которых можно поднять крышку вместе с самим трансформатором. Магнитопор вот трансформатор укреплен к крышке. То есть, мы отвинтим вот эти болты, подцепим краном за эти два рым-болта, и мы вытащим весь весь трансформатор изнутри, из бака. И в баке у нас останется только масло. Вот у этого трансформатора тоже так же высоковольтные вводы, выводы 0,4 киловольта, силикагель, расширительный бачок. Вот трансформатор более современный. У него еще даже сохранился установка для термометра. Радиаторы более современные. Вот ансапфа, которая регулирует напряжение, если надо. Вот расширительный бачок. У этого трансформатора еще видно осушитель на расширительном бачке. Видите, вот эта стеклянная баночка. В нее насыпан силикагель. Он нужен для того, чтобы удалять пары воды из масла. Ну вот вкратце и все. Я вам рассказал про силовые трансформаторы 6 киловольт на 0,4. Спасибо за внимание. Удачи вам. Подписывайтесь на наш канал. Не болейте. Счастливо!